всем доброе утро ждем наших участников доброе утро сегодня у нас 21 августа 2019 года у нас среда середина торговой недели начинаем наш утренний обзор как всегда мы проводим с клубом трейдеров картель аналитик кирьянца владимир итак начинаем с фундаментального анализа после комментария можете после обзора можете писать какие-то комментарии и написать какие пары вы хотели рассмотреть дополнительно ну по возможности я сделаю аналитику этих пар и так начинаем начинаем с фундаментального анализа мы смотрим какие у нас события выйдут и посмотрим как они могут повлиять на рынок виден ли календарь виден да хорошо хорошо так что у нас было вчера но первое мы увидели как бы основные данные ничего такого серьезного не было единственно индекс на молочную промышленность до новой зеландии можно сказать немножко поднялся минус 26 минус 02 есть какая-то небольшая позитивность посмотрим как она отреагирует но 30 были данные по дистиллятам на принципе дистиллят и немного можно сказать немного чуть-чуть уменьшились потому что 37 35 не намного что сегодня сегодня обращаем внимание на канаду мы смотрим индекс потребительских цен при выходе американской сессии и конечно запасы нефти что мы ожидаем мы ожидаем небольшое до довольно приличное снижение то есть при положительном 158 миллиона падает до минус это очень значительно что это нам даст а если такие снижения будут должно быть движение повышение нефти но посмотрим ну и не протокол заседания комитета фрс на тоже может быть волатильность на рынке часто бывает волатильность на рынке при выходе данных в конце рекомендация закрывать сделки или переводить был или брать часть вот а то есть такая вот рекомендация осмотрим сейчас на графиках и видим с индекса доллара индекс доллара никак не может пробить уровень то есть вот попытки есть подхода цена не очень сильно входит если вот h1 мы включаем то мы видим практически цена откатывается снова идет вверх то есть видно восходящий тренд и пока нельзя сказать что американец потерял силу евро евро мы вчера пробовали продавать было закрытие америки вот сейчас можно посмотреть как действительно основа закрытие америки сейчас цена стоит ниже и принципе пока цена немножко откатилась я бы сейчас тоже рассматривал больше продажи если цена допустим попадет вот этот уровень 1116 он так как этот уровень считается у нас сильным и принципе как видим идет все-таки нисходящее движение и такой вариант сегодня можно было рассмотреть вот такой вариант то есть при подходе сюда продать продать на ложном пробое обязательно на меньшем таймфрейме можно m30 h1 здесь понятно да 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 отлично уровень близко вот я говорил о покупке но было сложно очень зайти только на лимитном ордере что произошло произошло движение вниз резкое движение не было ретеста но даже если на m30 мы смотрим то мы видим фактически в лед то есть вот цена резко влетела что это было 94 пункта вроде никаких событий не было ничего такого я не видел так очень сложно зайти но мы здесь планировали правильное направление в принципе направление просло но сделку можно было войти только на лимитном ордере если бы возможно может быть надо ставить дальнейшему тут лимитные ордера но тут возникает вопрос куда ставить стоп стопы очень большие поэтому в любом случае надо дожидаться ложного пробоя что можно сказать был это ложный пробой или была попытка движения но пока на данный момент к ситуация что дальше дальше пункт все-таки стоит от уровня 1 20 22 идет корни 1 1 22 12 то есть любом случае мы сейчас пока по фунту можем на каких-то коррекциях искать продажи not этот вариант у нас ушел что мы сейчас покупки если цена снова сделают вот такой вот вариант пока на нем и остановимся то есть больше ничего здесь не вижу здесь хороший зеркальный уровень рабочий уровень ждем такую ситуацию покупать сейчас нет смысла нужно откат ложный пробой заход все ясно да по фунту да понятно пауди пауди мы планировали такую продажу цена стоит вот сегодня тоже красивая ситуация вот давайте мы сегодня сделаем покупку неплохая покупка америка закрывается а цена на закрывается над америкой в принципе вот уже есть ложный пробой можно рассмотреть еще какой-то пробой здесь зайти таким образом но уже есть неплохая сделка сегодня покупку почему мы покупаем потому что мы стоим выше уровня у нас мы сделали рабочий уровень от него было отбитие пробой этого уровня покажет хорошую ситуацию движения вверх принципе движение в 50 пунктов с небольшим стопом хорошая ситуация зайти от закрытия америки вот такой вариант пока сегодня цель пока берем 0 68 16 если цена пойдет дальше можем ее сопровождать можно ли сейчас зайти принципе если посмотреть сейчас закрытие америки 60 пунктов удаваться если цена немножко откатиться сделаем меньше стоп и принципе зайдем эту сделку хотя вот я сейчас посмотреть стоп это порядка 11 12 сделка принципе 1 3 можно можно заходить и так можно ждать можно пробовать каждый принимает сам решение я подожду пока ложный пробой заход сделку вот что-то подобное где-то будет вот таким вот образом еще заход сюда ретест и можно заходить смело движение хотя вот на азии уже это было так понятно да но здесь мы уже что дальше мы будем делать пока мы смотрим движение вверх а дальше уже будем смотреть возможно с этой точки будем искать разворот учитывая сегодняшний т.р. в принципе можем сегодня достигать эту точку дальше мы вряд ли пойдем ясно да по ауди да по новой зеландии мы ищем продажи этого нету нету коррекции нету коррекции мы это видим сегодня снова практически 51 пункт 510 то есть что мы видим вот америка закрылась честно говоря тут неплохая точка сейчас прямо продать с целью 0 6353 почему мы продаем мы находимся ниже локального тренда то есть мы находимся ниже этой точки у нас есть четкое движение нисходящий тренд все говорит о том что нам нужно на коррекцию заходить сделки но учитывая такой момент коррекцию мы ждем коррекции нету цена ну так постепенно куда-то движется сейчас уже есть ложный пробой на америке вот эта точка есть ретест 11 пунктов 33 мы можем брать смело вот даже вот 60 даже можем брать сейчас реально продать прямо с рынка так золото золото от коррекции покупка на что хочу сказать по золоту золото никуда пока не собиралась просто сейчас идет тренде то есть во флете но цена отбивается очень хорошая поддержка 1494 и цена очень хорошо ее видеть и малейшие движения мы зажали пока поставили уровень это рабочий уровень возможно этот уровень можно сделать и основным потому что мы видим все таки много уровней делать не надо но вот этот уровень уже говорит о том что он довольно неплохо этот уровень можно можно принципе как бы оставить пока так вот сделать небольшой коридор и вот сделать такой небольшой флэт возможно где-то 167 пунктов цена будет ходить при пробитии будет идти дальше вверх до швейцарский франк здесь давайте посмотрим что мы все видим мы видим действительно цена два ложных и сейчас вот можно сказать что цена не пойдет дальше почему ну во первых был удар здесь ложный пробой здесь 2 это уже говорит о том что здесь дальше не хотят пускать этого уровня не хотят пускать уровня вот хорошая была точка входа вчера я ее не зашел но если кто-то зашел очень хорошая точка входа с ретестом с подтверждением можно было зайти здесь как бы показала нам что цена заходила и здесь принципе было движение то есть что здесь было был ложный пробой заход принципе все было то есть если вы час разобрать эту точку мы в следующую ситуацию движение вверх движение вниз ретест и вот этот вариант принципе он стандартный единственный момент что касается стопа на стоп действительно был где-то порядка 12 пунктов и 36 вот наша цель то есть вчера очень хорошая была сделка если бы я допустим вел какие-то обзоры прямом эфире конечно бы вполне реально не себя что-то делал находился возле компьютера я зашел здесь конечно можно было ставить лимитный ордер если вы видите что цена проваливается и видите что идет какая-то коррекция можете ставить лимитник и заходить просто сделку на лимите что сегодня сегодня мы ждем цену в эту же точку и отсюда снова ищем наложенном пробое обязательно наложенном пробое если даже цена не пойдет наложенном пробое можете просто использовать стоп вот за этим ближайшим максимум понятно да да я сегодня принципе сегодня вот наш это если все идет по плану то в принципе мы можем достигнуть наш это вчера мы его не достигли но процентов 50 это р мы вполне реально можем брать то есть здесь уже сегодня немножко поменялась у нас стратегия объясню почему потому что мы все-таки видно сложными пробоями нам показывает что здесь пока пробое речи нету пока цена 0.98 это круглый уровень он остановил цену доллар иена вот здесь сегодня тоже покупка почему покупка американская сессия закрылась азия пошла вверх при коррекции или ложном пробое примеру можно сегодня рассмотреть вот эту покупку очень хорошая покупка с целью взять атр задача такая мы рассматривали такой вариант от такого варианта нету была попытка здесь пока вот такой вариант здесь принципе тоже попытка вот сегодня рассмотрим такую же ситуацию но покупку почему покупку возникает вопрос вот почему покупка почему не продажа ну во первых мы идем к уровню 107 18 уже довольно долго идем и все время мы движемся на коррекциях из каждый откат и здесь принципе продолжаем идти на импульсе то есть вот был импульс коррекция здесь откат возможно будет пробой этой точки цена может не вернуться такое тоже может быть но в данной ситуации мы рассмотрим покупку юсдкад здесь по юсдкаду довольно интересная ситуация мы ждали вот такой сценарий такого сценария нету но мы подошли к уровню откуда взялся уровень мы его построили вот такого разворота и принципе вот ждем реакцию подхода к этому уровню наша задача сложным пробоем зайти потому что у нас нету куда поставить стоп почему мы покупаем тут во-первых видно восходящее движение все видят да 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 и здесь соответственно этот уровень который мы поставили вот эта точка разворот точка разворота подходы принципе мы смотрим реакцию уровня и на нем принимаем решение подходы к этому уровню отбитие здесь снова заходы скован накопление то есть было накопление подъем снова цена может действительно уйти вниз наша задача дождаться и купить здесь все просто не здесь и цена идет вниз мы ее пропускаем здесь нельзя продавать хотя как бы и вроде большое движение здесь цена может остановиться на следующей зоне 1 32 при продаже мы принципе как бы можем конечно взять какое-то движение но лучше идти по тренду раз тренд идет вверх давайте на коррекции как видите все время был импульс коррекция импульс коррекция сейчас произошел импульс идет коррекция здесь есть проторговка уровня 1 32 94 и заход нефть нефть пытается идти вверх вот попытка пробития закрепления можно сказать что вот мы уже на таймфрейме h4 движемся вверх импульс коррекция импульс коррекция то есть идет так называемая импульс больше коррекции соответственно пытаемся уже пойти ждем данные по сша если данные действительно выйдут те которые ожидают мы говорили о том что нефти будет мало соответственно нет пойдет вверх это поддержит нефть и соответственно давит и из декад вот в данной ситуации если это произойдет то мы здесь возможно если цена сегодня достигнет этого уровня если все пойдет по нашему плану то мы вполне реально можем отсюда искать уже продажи на развороте канада иена здесь мы все время искали продажи но цена не пытается вот она просто как бы снова идет к этому уровню продажи были от этого уровня продажи от этого голова-плечи что сработала голова-плечи если посмотреть 47 пунктов то вот отсюда 47 мы не достигли где-то 30 достигли попытка было но движение было вниз направление было выбрано правильно сейчас цена снова откорректировать сейчас можно посмотреть реакцию то есть пока оставляем вариант верхней здесь уже голова-плечи можно убирать таким вот образом здесь уже голова-плечи фигура отработала поэтому как как сама фигура нам она не интересна что касается захода здесь мы видим сегодня на америке подъем но у нас есть уровень мы от него собирались искать пока данной ситуации продажи почему продажи возникает вопрос мы находимся во плете ну то есть мы продаем с верхних точек вот отсюда мы продавали соответственно пока же ищем продажи если нас сбивает по стопу идем выше то есть здесь тоже самое рассмотрим пока продажи по идее если смотреть канаду иена и нефть они как бы должны идти вместе мы сегодня пройдут данные мы посмотрим если действительно цена пробьет когда покупать покупать только если цена пробивает 80 55 и тогда мы уже будем рассматривать покупки сейчас на данный момент то есть цена должна пробить 80 55 а сделать ретест и вот только после этой точки мы будем соответственно вот должна подняться можно с тобой заходить уже на лимитном ордере ждать такого ретеста подтверждения надо дожидаться обязательно подтверждений и потом уже принимать решение для покупки вот это пока мы это и ждем здесь ясно да да понятно да понятно евро иена но нет активности нет активности пар вот хотя принципе и вроде это такой хорош 110 нету движения мы видим что практически цена стоит на месте здесь то же самое мы рассматриваем продажи но тут есть какая-то коррекция ну евро иена довольно так это сильно идет вот сейчас надо подумать мы можем ли на допустим пойти против вот сейчас такая картина то есть если посмотреть реакцию мы видим если цена закрывается выше цена где-то на 50 пунктов обычно идет вверх мы если она закрывается ниже тоже движение вверх если учитывать такой момент можно сегодня пройти взять небольшую такую сделку но она называется против трендовая но можно сказать она не то что там против тренда мы находимся ниже уровня понятно что если мы ждем коррекцию вверх можно пойти против тренда это против тренд и так и называется в данной ситуации учитывая что цена где-то стоит каком-то диапазоне здесь вообще тренда мы честно не видим и принимать решение какое-то если идти по тренду то соответственно нам нужно подходить каким-то уровнем допустим мы можем построить какие-то уровни первые которые нам пройдут ну первый уровень вот к примеру где цена отбилась такой вот уровень рабочий можно посмотреть какая реакция будет этого уровня здесь можно двояко работать то есть здесь посмотреть если цена примеру откатится в эту зону то от нее можно рассмотреть продажу по тренду можно ли купить здесь месяца на откатится в эту зону здесь на ложном пробое можно сделать будет покупку сейчас конечно покупать вот на азии можно было кто зашел но это надо было выходить ночью где-то в четыре часа заходить сейчас нужно посмотреть такой вариант если цена примеру откатится в эту зону вот такую продажу бы сделать было неплохо с такой целью взять с небольшим стопом движения поэтому логически здесь мы пока тоже рассмотрим продажи вот хотя покупка интересно тоже смотрится если цена пробивает здесь идет сюда здесь будет покупка но учитывая что у нас локальный тренд нисходящий мы ищем продажи преимущество отдаем продажам 70 процентов мы считаем в данной ситуации цена пойдет вниз чем 30 процентов вверх вот вероят по вероятности мы торгуем фунт иена на фунт иена все видят что цена шва от уровня и идет от 128 18 и нет активности на рынке то есть вот наш сценарий пока действительно вот коридор который мы рисовали непонятен то есть вот вчера была сделка сбила по стопу вот мы заходили соответственно единственный момент здесь был тест заход здесь сбивает стоп ну хорошо я почему говорю если обычно цена сбивает половина то обычно сбывает все что дальше здесь возникает все здесь наша структура завершается канала мы не видим уже канал мы пробили он нам не интересен значит здесь тоже пока на данный момент что можно здесь рассматривать во первых мы должны понимать где мы находимся то есть наша задача вот мы находимся вот первое что мы смотрим мы смотрим что мы находимся выше этот уровень рабочий который мы поставили принципе здесь основное движение шло вниз это коррекционное движение на таймфрейме d1 что касается h4 мы видим чисто восходящее движение и первая цель от которой мы можем отбиться 1 130 здесь нужно можно ли покупать здесь возникает вопрос вот в принципе учитывая тренд сегодня закрытие америки вот принципе мы можем попробовать было закрытие америки можем попробовать купить наложенном пробое вот учитывая такой момент еще хочу сказать почему мы покупаем потому что все таки локально мы идем вверх интересно нам эта цель и не интересно мы тоже смотрим 70 пунктов с небольшим стопом вполне реально 15 неплохо можно зайти взять это движение здесь еще раз хочу сказать здесь восходящий тренд но есть определенная зона с которой мы падали поэтому мы идем только до этой зоны если мы дальше поднимаемся здесь уже можно сказать что этот тренд уже закончился идет следующий восходящий тренд но уровень 130 нам это скажет понятно да да ясно так идем дальше аудиена аудиена тоже как у нас идет покупка с уровня 71 54 а сейчас мы видим следующую ситуацию все попытки покупок нет активность нет активности цены вот последнее время сейчас довольно неактивен мы сейчас видим что действительно рынок вот вчера но что это вот вот это это р дня и фактически мы ничего и не увидим сегодняшние вот те же данные что мы видим такое небольшое движение нет активности нету движений хороших но сейчас или ждем цену ну часу то зайти фактически мы находимся близко ждем цену в эту зону от нее ближайшее движение которое мы можем сделать это продать от этой точки то есть у нас есть вот в этой точке хороший потенциал движения мы принципе ждем эту точку и на этой точке заход сложный пробой ретест заход больше ничего не вижу то есть вот пока рассматриваем продажу от уровня 72 49 понятно да потому что здесь но вот видите флэт все видят да что флэт не видим мы тренда начать наша задача продать сверху мы видели что с верхних точек у нас были продажи возможно будут какие-то выносы и снова возврат в эту точку но данный момент пока покупок если действительно закроемся выше можно какие-то рассматривать покупки но на мой взгляд пока цена находится в коридоре и она с 31 июля до находится в коридоре вот видно да он здесь почти то есть мы фактически стоим вот да но сначала августа вот практически весь август стоим коридоре и пока вот в этом коридоре работаем так швейцарец иена здесь тоже мы стоим вот буквально в этом коридоре и цена не показывает активность то есть вот может быть как по кросс валютам выход из коридора мы планировали снова рт снова заход то есть нету активности цены так называемая фигура голова плечи практически не отработала можно ее убирать такое тоже бывает вот и что сейчас но вот как ваше мнение что сейчас я честно говоря вот вижу что цена находится в коридоре еще и середине да я я думаю нужно дождаться приближение к уровню или в сверху или снизу наверно сейчас динамика очень широкая здесь внутри канала я вчера пробовал продавать вроде бы прошла новостная свеча как это вынесли стоп дошу что успел без убыток видно что фактически если мы находимся в середине коридора тут конечно что можно сказать кому преобладание то есть если допустим посмотреть флэп флэп то есть видно что никакого нет тренда нету тренда значит нет движения мы можем продать сверху купить снизу все верно вазиланская валюта здесь тоже цена зажата вот мы зажали его ее в коридор и что она тут делают но ничего пока оставили такой сценарий вот она стоит возле такого коридора мы его сделали вчера 33 пункта и принципе цена просто тоже стоит в коридоре то есть вот видно хорошо тут было движение вниз было понятно ясно здесь практически ничего не понятно цена просто зажата в коридоре вот она сколько дней стоит раз два три это идет накопление с выбросом куда или вниз или вверх одной из двух а что здесь было попытка вниз было снова кинули здесь можно уже пытаться было допустим если выход вниз был и мы понимаем что цена идет здесь уже можно попытки было сделать заходить сделки но очень большие стопы стопы очень большие поэтому здесь ставить на середину канала или смотреть какие-то варианты другие допустим если посмотреть сегодня варианты америки то сегодня америка идет выше ну если вот с коридора коридор довольно большой 40 пунктов это надо 120 брать мы принципе не берем потому что разворот у нас был уже здесь убрать эту нижнюю точку можно принципе убрать и посмотреть вот только оставить один уровень и от этого уровня уже искать разворот вот на эту продажу вот такой вариант можно рассмотреть сегодня вот если цена пойдет выше можно рассматривать закрепление здесь но надо иметь ввиду что это слабый уровень это уровень который поставили мы основные уровни у нас стоят отсюда вот мы идем фактически то есть мы оторвались от уровней как бы больше локально если посмотреть мы идем к уровню этому но у нас остановился уровень и сейчас мы его отрабатываем вот видно хорошо к нему подходы 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 и варианты откат нас от этого уровня значит мы используем пока этот сценарий так все понятно так какие точки у вас были что было вообще так у меня продажа была нзд джипи давайте сделать так значит тут принципе я сейчас выйду остановлю откроешь свой это покажешь какие точки ты открывал сейчас я остановлю показ я остановил открывай экран и показывает что у тебя открывал ты так сейчас секунду так хорошо отлично видно так значит сделка у меня была вчера на продажу нзд джипи джипи что-то рассматривал просто значит значит вы их как вот из вот этого коридора серого ну уровень это уровень 68 200 230 вот при закреплении цены вот ниже вот этого уровня я открыл продаж ясно стоп на середину канала стоп сейчас я даже может и покажу вам где у меня был стоп брошу сюда так он задать джипи так сейчас все будет понятно так стоп был немножко великоват ну в принципе я понял у меня тоже выбило этот стоп я на середину канала ставил ну резкое было движение сейчас принципе что сейчас я говорил что как бы мы этот канал пока убрали потому что он большой канал то сюда добрать все-таки поменьше каналы где-то когда цена консолидируется где-то 15-20 пунктов чтобы как бы было понятно если цена действительно с этого канала выходит то есть здесь как бы мы оставили только верхний уровень сейчас сейчас можешь убрать канал и просто сделать верхний уровень и и просто вот этот уровень мы смотрим от этого уровня мы на ложном пробое делаем не ты можешь его прямо синим ну так можно обозначать в принципе цена если летит под этот вот канал вверх то мы от него продаем на ложном пробое вот что еще было так сейчас так швейцарский франк тоже продажа у меня было серёж предыдущий мне перезашел там так красиво вроде было нет где вот здесь где тебя выбило швейцарец а смотри как он отбился дальше или ты поздно было уже вот на америке он смотри вот тоже вышел с диапазона вот бар закрылся внизу пошел ниже ну я перевел правда без убыток а не вот большие бары тут уже закрытие было начало торговаться америка этом сейчас скажу было так 400 по москве я смотрел и 1600 на американском рынке выступал по моему ясно хорошо показываю вторую сделку так и так это вторая и у меня еще так я не вижу а вот евро тоже по евро но аналогичная ситуация просто ну тут совсем здесь я даже может немножко и поспешил туда запрыжить с этой сделкой в принципе по евро данной ситуации мы видим что сейчас на старшем таймфрейме мы ведь мы находимся ниже уровня и принципе нужно как бы здесь если здесь мы здесь должны на на d1 стань просто мы находимся сейчас ниже уровня верно наша задача в принципе если мы входим то входим на ложном пробое вот сейчас мы входим если цена подойдет к этому уровню сейчас принципе спешить надо надо просто сейчас посмотреть мы можем если цена подойдет к уровню отсюда искать продажу но пока на данный момент лучше до рынка покупать ты фактически покупать против тренда нежелательно это не я не покупал это продавал продавал то верно я на 30 минутах вот этот бар 30 минутный вот он я понял но я не купил вроде поплавок но он закрылся у тебя смотри 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 ошибка в чем казалось что ртеста нету ты всегда заходи на закрытие вот у тебя видишь время стоит справа время свечи закрытие вот когда у тебя цена пошла вниз да если ты возле рынка ты можешь посмотреть закрытие второй свечи если она закрылась канале да ну да то лучше не заходи я понял да жди и снова снова на выход так и ртест или хотя бы она должна задавить эту свечу то есть закрыться ниже этой свечи я понял мысль мысль понятно да вот обязательно жди ртест чтобы она не зашла в канал если она зашла в канал это не очень хорошо потому что это по всей вероятности она перебивает ту свечу которая стояла до нее она закрывается выше той свечи и соответственно здесь получается она летит уже вверх обычно всегда так происходит то есть подавление свечи понятно все лена ты торговала нет нет я даже не открывала конкурс ну все ребята тогда хорошо все давайте все спасибо а завтра у тебя не будет хорошо все доброго в общем давайте тогда завтра в 9.00 ну а всем кто будет смотреть записи пишите ваши комментарии пишите какие у вас есть вопросы и соответственно можете написать какие пары вы хотели чтобы я прокомментировал всем спасибо все все доброго до завтра